В принципе, если говорить про человека, то это тело, естественно, его. То есть материя для человека это тело или форма человека. Строчку пиши, пожалуйста. Строчку, да. Тогда сюда. Форма. И кратко, каждую вот так вот чакру. Вторая чакра, показываю два модели. Покажите. Поподробнее, пожалуйста. Никак не поймите. А вы приложите просто у себя. У вас уже есть. У себя два пальца, свои два пальца приложите. Отсюда, видимо, и выражение, как два пальца. Паспальц. Так вот, два пальца тоже называется в китайской методе? Нет, это у китайцев по-другому немножко называется. Но давайте не будем путаться в индуйской системе Судхистана. Соответственно, это уже выше, стало быть, эмоции. Это, в первую очередь, как бы, сила, энергия, живот. Энергия. Энергия пишем. Если энергию уже проецировать на человека, то часто можно сопоставлять эмоциональному плану. Соответственно, энергия на уровне конкретного человека. Это только не план, а просто эмоции. Эмоции, хорошо. Эмоции, силы и так далее. Кто-то чаще это называют сексуальные. Понятно почему. У кого что болит? Да. И у Муладхари есть эмоции. Возможно, есть мнение о том, что и у Муладхари есть эмоции. Сейчас с этим никто не спорит. Но это будет какая-то частность. Давайте продолжим. Продолжаем. Третья чакра называется как? Манипура. Манипура. Покажите Манипуру. Солнечное сплетение. Солнечное сплетение. Солнечных сил и, соответственно, ну, как бы, такой центр тела. Ну, у некоторых центров, у некоторых животников. Смотрите, мы идем в сторону вверх, соответственно, каждая чакра выше. И каждая чакра описывает менее плотные слои, то есть ближе к идеалу. Если здесь форма материя, то выше ее, в первую очередь, это сила, энергия. Что выше энергии? Еще более тонкие вещи. То есть, в данном случае, имеется в виду мысли. Ну, мысли даже на уровне человека. На уровне человека, да. Выше их именно. Если брать выше их, то это информационный план выше энергетического. Поэтому пока здесь напишем информацию. Можно ментал. Я как пообедаю, так никаких мыслей. Это другая цифра. Поговорим про человека, часто сопоставляются с волей, в данном случае, манипуру. Потому что, если вы переживали когда-то вот это качество манипуры, это действительно волевые аспекты. А воля, в первую очередь, определена именно мыслительными вещами. Поэтому здесь мы пока напишем мысль. Поднимаясь выше, четвертая чакра, уровень сердца, нечто еще более высокое, чем информация. Что может быть более высокое, чем информация. Эйфелева башня. Это, согласно данной модели, модели ниже. Да, конечно. Это самолет. Материя, самолет, это энергия с материей вместе. Луна. Луна, отраженный свет. Это же тоже информация. Она же выше? Да, выше. Она выше, но дело не только в том, чтобы было выше. Давай ты не будешь нас спрашивать, выскажешь свое представление. Значит, здесь любовь, принятие. Это сердечное, четвертое, да? Да. Здесь как-то есть. Основные эмоции, наверное, любовь и эмоции. Нет? Значит, там, в случае, эмоции ниже, любовь – это не эмоции уже, не совсем эмоции. Это нечто, которое уже интегрирует и информацию, энергию, материю. То есть это, как бы, переходная точка. И эмоции тоже. Значит, уже высшие чувства. Есть низшего там, на второй вес? Это скорее чувства, нежели эмоции. Высшие. Высшие, вот как в церкви. Пятая решетка, горло, говорение, пение, нос, соответственно, любовь, принятие. И следующее, что следует за принятие, это творчество. Соответственно, на уровне человека можно сказать то же самое. Больно низко у нас творчество. Да. Ничего себе не спрятать. Мы же доверили женщину. Вот что вы хотите теперь? Нет, мы ничего не хотим. Все. Сидите внизу. Сами давайте дальше. Человек-то взялись, да дело. Человек сомневается. Такая не нужна. Бабма. Я уж ничего не скажу. Творчество. Ну, на уровне человека, пожалуй, будет так же творчество. Я бы предложил самовыражение. 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 Вот это лучше. Это лучше. Это самопал какой-то, что ли? Ну, да. Самогон. Это нереально. Это женское представление. Этих чакр. Да. Чакрова соответствующая. Ажная, шестая чакра, третий глаз. Соответственно, если на третьем уровне это ум, то есть мысли, то здесь мудрость. То есть здесь уже интеграция всех предыдущих слоев. Соответственно, шестая чакра на уровне человека это мудрость. Если брать глобальное качество, то это смысл или осознание. Нечто более интегрированное и высшее, чем просто мыследеятельность, которая, в данном случае, относится к третьей чакре. И, наконец, мы добрались до верха. Сахасрана, семерка, которая часто в индуизме вообще выносится за пределы тела. То есть если все предыдущие чакры как бы энергетически проецируются на тело, то седьмая чакра на тело. Покажите. Нарисуй, нарисуй. А ты уже вся из рисований. Мне мелом нарисуйте там. Да, мне мелом, пожалуйста. Нарисовано на энергетическом плане. Уже горит вам, видите? Вот. И, соответственно, поскольку она уже... Соседа вижу, а у нее не видно. Вот. Есть ли у вас такая срока? Есть подразумеваться. Нужно открыть третий глаз, и тогда будет сразу видно. А у нее мысль на третьей. Поэтому вы не можете увидеть. А мысль не увидишь. Это другим видением. Последняя чакра уже... Будучи вынесенной за пределы, говорит о своем качестве таким образом. Это свобода. То есть, вышепредельный план бытия за пределами всех предыдущих годов. Свобода. На уровне человека тоже освобождение. Свобода размахивает руками? Или свобода какая? Или духовная свобода? Руки на первую. Так, хотим ли мы задать им вопросы? Или нас устраивает, например, такая шкала? Нет, вот я хотел бы задать вопрос. Вот это интерпретативный ряд вот этих чакр, он чей? Вот этот? Ага. Кто придумал? Представьтесь, пожалуйста. А, да? Такая зелена. Да. Да так можно так сказать. Йога психолог. Все что угодно доказать. Да. Это классическое, как говорится, что-то? Нет, это конечно не такое. Они не доказывали, они презентовали. Они просто выражали... Нет, чтобы доказать, что здесь лилия есть развитие, а на самом деле ведь ее нету. Нет. Можно так считать. Да. Вы можете доказать, что его нету? Здесь? Значит, это переложение современной западной цивилизации, вот взгляд западной цивилизации на восток. Вот здесь восток. На восточную модель чакровую, да. Вот, восток. Западная цивилизация посмотрела. Татьяна Изольдовна, доктор наук, обработала и выдала. Понятно? Авторская писатель. Еще вопросы есть? Очень не похожи. Вот я с востоком не похожа. Есть несогласные. Она на глаза прищурит. Значит, смотрите, мы можем сейчас пойти в две стороны. Первое. Начать шлифовать эту модель. Развитие. Движение, развитие по этой шкале. Вот это второе. Да, вот второе. Я тоже настаиваю на этом. Да, и будучи математиком, хочу вам сказать, что здесь как раз через взгляд западной цивилизации были ломлены качества, которые минимально пересекаются. То есть именно независимые взятые всем качества. Как раз аттракторы, да? Да, аттракторы. То есть можно это видеть, как вот 7 аттракторов. Видимо, как раз вот седьмая чакра – это странный аттрактор, максимальная неустойчивость, легко как бы вписывается в синергетические модели. Независимая величина друг от друга, как бы. Независимые качества. Тверская школа. Спасибо. Большинством голосов, я так понял, по выкрикам, да, но мы принимаем это за рабочую модель. Но это видите. Итак, предполагается, сядьте, пожалуйста. Я сейчас не... Предполагается таким образом, что вот есть минимальное духовное развитие. Некий абстрактный человек, предположим, абстрактно я, вот. У меня доминанта на Муладхаре. Что это значит? Как это выглядит со стороны? Ну, я могу предположить, что это значит, что для меня тело и форма, материальная часть является предельной ценностью. Я ничего другого не признаю. И именно это я пестую культуру, там, оккультуриваю каким-то образом, чищу полю, транслирую и другим это говорю. И поддерживаю, главное. То есть моя величайшая ценность, смысл моей жизни сохранить то, что у меня есть. Предельная забота. Предельная забота. Очень хорошее выражение. Я могу добавить в вербале, это отражается слова. Надо, должен, обязательно, только так. Объективная истина и так далее. Вот на мой взгляд, это проявляет... Это неверно. Это на третьей чакре. А мы про третью говорим. Вот это неверно, это хороший признак. Доминанта на первую. Мы про третью говорим, а на первую. Про первую. Андрей, ты усложнил сейчас с первой и так пока запутались. Давай вот опираться на то, что написано. Первое, это тело, то бишь форма. Стало быть, концентрация на формах, присущей человеку, который на доминанте. Да, но оно уже материя. Потому что как можно, оно без формы. Просто есть предложение принять это за основу. Сейчас говорит предыдущий человек. Мы говорить будем одновременно, мы друг друга не услышим. Нет, я говорю, что это за основу. Нет, вы не говорите за основу. Вы перебиваете человека, и вас не слышно. Дайте договорить человеку, поднимите руку и скажите потом. Да, Татьяна, договори, пожалуйста. Ну, я Андрюше говорила, что давай полагать без лишних сущностей. Написано тело, форма. Стало быть, концентрация вот на этом, на формах. В первую очередь физических. Это есть признак доминанта первого уровня. Видимо, она говорит о том, что могут быть многие другие дополнительные. Дополнения могут быть. Но базовая как бы основа, да, чтобы пока не как бы... То есть берешь в руки, маешь вещь. Вот это принцип первого уровня. Татьяна, тебе вопрос? Да. Ну, заходу, задам, ну, что это... Чакра, чакра, ничто понимается. Мир помогает нам. Нет, я не понимаю. Как вы трактуете понятие чакры? Значит, чакры это энергетические точки, энергетические зоны. Которые присущи внутренние качества. Написано на доске. Откуда это? Это индуизм. Ну, там немножко... Ну, я индуист, я индуист чистый. Ну, глаза-то слушайте хоть, чтобы похожи были. Странно, вы спрашиваете, откуда это? Из нее. Татьяна, я хочу спросить, как вы это трактуете? Так, откуда это? Из нее. То есть это ваше определение, как бы, лично. Она за нее отвечает. Да. Если что, мы ее четвертую. Давайте дальше. Дальше тогда, что? Что дальше? Первое. Если мы приняли эту модель, давайте позднее. Если ты как-то проведешь какую-то процедуру, тебе будет понятно, приняли ли мы это или нет. Вот там линию проведите и будете писать уже вот развитие, что говорим. Вот это вот представление линейки, а справа будет у нас качество уже развитие. Правильно? Ну, она что-то замолдала. Вот так, да. А вот справа будем писать тогда то, что соответствует первому, второму, третьему тому уровню. То есть критерии, собственно. Да, да. Собственно, критерии, чего мы и хотим. Значит, было несколько вариантов критериев. Гена сказал, но мы, по сути, сошлись, что это концентрация на формах. Да. И на теле. Мне правда не понятно, что такое форма. Вот у Аристотеля форма – это душа, внутренняя структура. Энтелехия. С Аристотелем можно поспорить в этом. Поэтому форму я бы опустил, а вот материя тела – это правильно. Имеется в виду следующее, как вот я понимаю. Вот, например, висят часы, жар птица. Вот если я концентрируюсь на форме этой жар птицы, это присуще первой чакре. А если я наслаждаюсь ею и могу даже не распознавать форму, не признавать форму. Просто балдеть, да? Да, я смотрю на это произведение искусства и наслаждаюсь им, как таковым. Ассусаем. Ассусаем. Это уже концентрация на второй чакре. Ну, мы сейчас не… Возможно, я не заявляю, что… Мы сейчас не с Аристотелем спорим, мы критерии определяем, как бы мы договорились, что мы должны как-то объединиться в определении критерий на уровне семи ступенчатых. Ну, какое-то соответствие. Это не обязательно будет одно и то. Ну, пишите качество на первом. Соответственно, концентрация на теле, на формах. На телесном. Концентрация на теле. Материальном. Телесном, материальном. А вот у меня… Андрюш, сначала руку подними. Когда тебе отзовутся, поймай хотя бы взгляд, потом кричи. Коллеги, если мы называем это критериями, тогда у меня встает вопрос. Встает вопрос? У меня встает. Возникает вопрос. У меня возникает вопрос. У вас возникает вопрос. Он встает. Он встает. Я могу даже встать. Критерии ли это? Могу ли я вот это два слова с предлогом концентрации на теле применить для того, чтобы различить, где у этого человека доминант? Что значит… Мы же не об этом говорим. Мы собрались писать критерии в правом колонке. Критерии духовности. Критерии духовности. Критерии духовности. Концентрация на телесном – это отражает качество личности. Я под критерием понимаю… Критерии духовного развития. Критерием понимаю некоторый параметр, который я легко могу наблюдать и непротиворечиво однозначно интерпризировать. И если, например, я предложил критерий вербал, если человек в словах больше использовать «надо», должно… Это предикат. Это критерий, вербальный критерий доминанта на первом уровне. Если он говорит «хочу», «нравится», «тащусь», «удовольствие» – это второй. Ну и так далее. То есть то, что я могу услышать, я от интерпризирую. Ну, послушай, это же не противоречит твоему, это же не противоречит. Моя идея в том, что фраза «концентрация на теле» не является для меня критерием. А некоторые, ну, интерпретации второго уровня. Дамы, которые ходят, демонстрируют свои формы. И мужчины тоже демонстрируют. Танцующие трусы, ну что это? У меня было сомнение. Гена хочет мне… И там вербальности нету. А танцующие трусы… Давайте попробуем сконцентрируемся на доске. И вот придерживаться тема всем. Второй пункт. Можно я, Андрюша, как бы помогу? Значит, мне кажется, что вот правильный ход наше обсуждение следующее. Мы выбрали девчонок, они нам дали шкалу. И теперь давайте попробуем, представим себе человека, который выглядит так, как будто у него доминация именно здесь. Да. Как он выглядит? Выглядит с той стороны. Как он себя ведет? Не обязательно. Вот именно по делам, я думаю. Да. Поведение. Будем милым. Вот он живет перед нами, прямо здесь, сейчас. Да? Правильно. Чем он занимается в жизни. Какие идеалы у него. Да. Какие идеалы, какие ценности у этого человека. Какие? Вы доложите. Для него главное спортзал. Почему? Не обязательно. Не обязательно. Еда. Не обязательно. Аккуратно. Еда. Не обязательно. Идеи такие, да? Еда. Спортзал. Базовый. Еда. Спортзал. Базовый. Почему? Оноболики все время. Работа. Работа, клеркам, например, прикладные бумажки. Зарабатывание. Почему? Нет, работа вряд ли. Причем здесь тело? Работа вряд ли. Почему? Для того, чтобы пропитаться свое тело. Нет. Это для того, чтобы пропитаться, а его ценности не пропитаться. Вот именно. А безопасность? Нет. А безопасность это тело? Безопасность это другое. А как для выживания? Не спешите. Вдумайтесь. Безопасность это тело? скажем спортзал я бухгалтер в спортзале фитнес-центре бухгалтер я фитнес-центре работаю для меня доминанта здесь на материи на теле наверное нет а вот если я качок я большую часть своей жизни качаю свое тело мою холю то есть ем протеины чтоб у меня мышцы быстрее набирались чтоб я был здоровее 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 только об этом могу и говорить только об этом могу и жить все остальное мне неинтересно даже порнушку с кем-то посмотрите там заняться любовью мне не интересно чем спортзал сходить это доминанта здесь кому-то набить морду проявить реализовать свое тело да реализовать силу ограничено очень ограничено это самый ограниченный человек из всех существующих по этой таблице в духовном плане ограничен до волны эмоциональная ступень ментальным в творческом и во всех других если представить что здесь максимально собрано его все его здесь все его самое ценное то все остальное там где-то говорить умеет ментал где-то у него есть чуть-чуть вроде не сумасшедший но чуть-чуть там может присутствовать агрессия там может присутствовать все связано с телой силой как он выглядит как он живет кто из нас максимально близок вот здесь присутствующих к этому типу человеку есть обязательно все среди нескольких человек обязательно есть человек который ближе всего к этому идеалу природа не терпит одинаковости поэтому ну кто здесь ну кто здесь может быть вот наши гости не все знают но вот ближе всех здесь у нас поднимите руку андрея влечь он до сих пор искренне верит что это устаревшись это чемпион мира по тэквондо представьте представляю нет тэквондо это нет там качки нет он 30 лет не вылезал в спортзал он создал самую большую школу спортивную в россии по тэквондо он натренировал там десяток чемпионов мира европы так далее ну удивительный человек конечно же понятно что его ментальные заключения вы игнорируете легко я бы не стал на нем останавливаться как вот на первой части поскольку она ответственно за базовые потребности из которых ни одна духовность не не как сказать не будет проявлено никак не какое наше духовное развитие не будет правильно если мы будем голодные нездоровые живет какое у него поведение есть поведение конечно сильно заботе и потребности я утверждаю интересно я я решила утверждать что это труп у него нет силы энергии он не живет это умерший человек не в таком случае вы тогда этому это вытаскать пример без головы он труп естественно голова части согласны что без энергии человек жить не может темы есть согласны что без энергии человек жить не может согласен если мы соль чакра можем ли мы зафиксировать этого человека обнаружить вот здесь есть еще один человек из которого нет ни одной чакры нет нет поэтому тело это то первичное с чего мы замечаем вот он человек как мы отличаем бревно человека по форме хорошо когда отличается качок который ходит спортзал и не качок который думает о духовном асиане обладать и вот здесь было высказано что они отличаются тем что это у этого доминант он зациклен именно на этом большинство там 98 процентов его внимание жизни сосредоточена вокруг младхары озабоченность у вас есть другое представление как этот человек яркий представитель он уже думает но не думает ведет себя так чтобы добыть хлеб который озабочен базовыми потребностями выживания пример этого человека кто-нибудь я говорю что вот крестьянин который живет в деревне вынужден тяжело трудиться обороняться от хищников там и качка есть озабоченность на тело но на тело предельно низко у него есть все но все вот это все вот это должно быть красиво у него озабоченность на красоте этого тела видела нас без красоты борцов с умом мы красивые нет по-своему можно говорить но мы некрасивы понимаешь в этом нет и в этом мне кажется андрей что там уже было пожалуйста любить мне кажется интегральную такую позицию что и тебя поддерживать что у человека который находится доминанты на первой чакре у него озабоченность и телом и питанием в том числе питанием тела он не заботится там красотой я попробую давай тогда сформулируем ведущий лозунг этого человека вот какой бы лозунг был еда наше выживание а качание в качалке мой телесный уровень телесная форма и телесное представление значит давайте представимся такого человека энергии эмоции вот простой человек почему он тянется хорошему для себя приятному или к плохому неприятному для себя хорошему то есть таким образом ведущим мотивом этого человека получить энергию причем положительную то есть которую он может взять и положить к себе куда-то чтобы потом пользоваться то есть его лозунг можно наверно обозначить как все для удовольствия только удовольствия прежде всего сексуально гедонисты значит у кого-то это только сексуально у кого-то прежде всего сексуально у кого-то уже не сексуально но удовольствия все равно хочется потому что есть удовольствие на уровне сахасрары для кого-то в карты поиграть или что-то застрелить какое-то другое сложное вот здесь важно не какое а важно что удовольствие да и вот если человек вся его жизнь подчиняется тому чтобы получить удовольствие он женат ну понравилось девчонку он за ней бросается там все в порядке удовольствие получил может быть еще что-то получил на уровне тела там каком-то ну значит телесное удовольствие уточнить нет ну это не сахасрара есть же духовная эстетическая там красота нет его на втором уровне почему нет? нету не доходит есть мнение что нет есть мнение что есть есть разные мнения я предлагаю сменить докладчика здесь удовольствие попробуйте он застреливает андрюшка андрюшка искажает искажает нет давайте попробуем докажите свою позицию докажите что здесь нет другого удовольствия кроме сексуального здесь не только сексуального главное докажите нет обоснуйте потому что удовольствие это фактически ну как бы решение задачи совпадение форм понимаете каких каких то я говорю вкусов а формы могут быть и на уровне сахасрары понимаете а тут телесные удовольствия когда вот адам кадмон скажем в духе христиан там иудео христианского мировоззрения разделен на два пола и они стремятся соединиться вот это сохранение тела вот второе ради первого и все а можно попроще для тупых на конкретных жизненных примеров приведите ну вот он уже привел вот у меня такой мы с ним согласны ну только не насчет девушки а просто стремление вернуться в рай то есть в целом я согласен когда человек целостный разделен на два пола он разделен вот на втором уровне он разделен был он стремится вернуться назад вот это и есть вот эта энергия возвращение в телесную целостность здесь виды удовольствия все наверное но не все это телесные я предлагаю такой вариант рассмотреть такие люди есть если есть другой вариант предлагайте обосновывайте мы большинством голосов перейдем сюда может быть в другую позицию но если обоснование нет второй уровень это сексуальная энергия есть такая точка зрения я ее знаю но скажем гурман гурман это Brittany это сексу published это не 2 3 мbad она сам как скатится с горки да это сексуальную а с парашютов прыгlever нет 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 а здесь в этой модели место для удовольствий только здесь в этой модели значит все удовольствия здесь и этот человек живет в основном для удовольствия то есть он готов даже чтобы тело его там пострадал он идет на риск чтобы получить удовольствие сильные эмоциональные переживания положительные для него отсюда экстремальные виды спорта там всякие особые виды работам киллером поработать и так далее бандюганы какие-то пожалуйста все-таки определить это все для адреналина или видео эмоций потому что в слове удовольствия извините меня всегда к слову принять воля то есть это действительно она не отражает сути чисто второго уровня смотри если опять обращаться для этой модели ну где воля все ради эмоций давайте сделаем все ради эмоций но удовольствие всех то есть там какой страх говорят все это базовая эмоция стремится ли человек испугаться чем прыгать парашют не и не испугаться удовольствием он может испугаться но потом приход будет еще круче и он прыгает ради удовольствия но по пути переживает много всего чего еще вот и это все эмоции но он живет ради положительных эмоций которые я удовольствием доставляющие вызывающие выработку эндоморфинов например это частный случай адреналин частный случай потом частным образом разрешите давайте принципиально если эмоции здесь на этой сухистане обозначены как главное значит все ради них и делает этот человек даже манкирую порой телом там какой-нибудь наркоман ради удовольствия тащится 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 сжигает тело уничтожает потому что снижательные эмоции есть они не являются мотивирующим к действию они человека избил избегает это тоже мотивация избегая избегание отрицательных потому что это избегание значит он будет избегать избегать вытеснит эмоции целиком и уйдет сюда в тело сохранение этого тела схлопнется за страха он может наделать штаны и не получит удовольствие а здесь я говорю о неком доминантном среднем человек доминант его находится в сутхистане у него есть и страхи есть отрицательные эмоции но он живет ради того чтобы было больше больше и больше положительных эмоций чтобы амплитуда его переживания усиливалась вот знаете там какой он и это испробовал и это испробовал ну все уже испробовал тоска зеленая жить дальше и он находит себе какое-то вот извращение чтобы получать еще удовольствие ради удовольствия он все это делает вся жизнь его обусловлено этим такой чип то что сказал и то что вы говорите вы совершенно вещи почти взаимоисключающие понимая говорит а к базовой сексуальной энергии с которой а вы говорите а удовольствие с отрицательным знаком то есть не как раз надо с положительным но так сказать все равно есть оттенок где сексуальные довольствие есть частный случай получение положительных эмоций сексоман с вами не согласится они сексуального меньшинства вот согласен он так говорит он не согласится я в свою позицию сказать третий уровень 3 секунду понятно что это все лишь моя позиция мое мнение это не конечный результат это не истина пока это просто попытка вот сделать то что мы с вами замахивались критерии я понимаю вы упрощаете до примитивизма для того чтобы это было читать да редукционирую причем под эту модель если будет другая модель и будет место для отрицательных эмоций как движущей силы я буду там тоже находить критерий а здесь критерий такой если я вижу человека с доминанты все для удовольствия сделать он готов меня предать обмануть пожертвует своим телом там повредить его лишь бы получить кайф вот значит он не у доминанта здесь таков критерий ген до статья критерий кстати предатель или это если есть другой вариант предлагайте обосновывайте мы большинством голосов перейдем сюда может быть другую позицию но если обоснование нет второй уровень это сексуальная энергия есть такая точка зрения я ее знаю но скажем гурман гурман это 3 сексуальный лету удовольствие это не второе место для удовольствия только здесь в этой модели значит все удовольствия здесь этот человек живет в основном для удовольствия то есть он готов даже чтобы тело его там пострадало он идет на риск чтобы получить удовольствие сильные эмоциональные переживания положительное для него отсюда гастремальные виды спорта там всякие гонки туры дать особые виды работам киллером поработать и так далее бандюганы какие-то пожалуйста определить это все для адреналина или для эмоций потому что в слове удовольствие извините меня всегда к слову приятно помесь воля то есть это действительно она не отражает сути чисто второго уровня смотри если опять обращаться к этой модели ну где воля все ради эмоций давайте сделаем все ради эмоций но удовольствие всех то есть там какой страх говорят я вспомню что это базовая эмоция стремится ли человек испугаться он может испугаться но потом приход будет еще круче ради удовольствия и переживает много всего чего еще это все эмоции ну он живет ради положительных эмоций которые я назвал удовольствие доставляющих вызывающих выработку эндоморфинов например адреналин не кандарфином не относится значит ребята это частный случай адреналин частный случай потом частным образом разрешите давайте принципиально если эмоции здесь на этой сухистане обозначены как главные значит все ради них и делает этот человек даже в манкирую порой телом там какой-нибудь наркоман ради удовольствия тащится 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 сжигает тело уничтожает а потому что снижательные эмоции здесь они не являются мотивирующим к действию они человек избегают отрицательных эмоций это избегание значит он будет избегать избегать вытеснит эмоции целиком и уйдет сюда в тело сохранение этого тела схлопнется от страха он может наделать штаны и не получит удовольствие а здесь я говорю о неком доминантном среднем человек доминант его находится в сутхистане у него есть и страхи есть и отрицательные эмоции но он живет ради того чтобы было больше и больше и больше положительных эмоций чтобы амплитуда его переживания усиливалась ну вот знаете там какой он и это испробовал и это испробовал ну все уже испробовал тоска зеленый жить дальше и он находит себе какое-то вот извращение чтобы получать еще удовольствие ради удовольствия он все это делает вся жизнь его обусловлены этим такой вот что вы говорите вы совершенно вещи почти взаимоисключающие понимали говорит а к базовой сексуальной энергии с которой а вы говорите а удовольствие с отрицательным знакам не и так сказать все равно есть оттенок где сексуальное удовольствие есть частный случай получение положительных эмоций сексоман с вами не согласится они сексуально меньшинство вот согласен он так говорит он не согласится я вас свою позицию скажу держать в третий уровень 3 секунду понятно что это все лишь моя позиция мое мнение это не конечный результат это не истина пока это просто попытка вот сделать то что мы с вами замахивались критерии я понимаю вы упрощаете до примитивизма для того чтобы это было читать да редукционирую причем под эту модель если будет другая модель и будет место для отрицательных эмоций как движущей силы я буду там тоже находить критерий а здесь критерий такой если я вижу человека с доминанты все для удовольствия сделать он готов меня предать обмануть пожертвовать своим телом там повредить его лишь бы получить кайф значит он не у доминанта здесь таков критерий и кстати о критериях кстати придать критерий ли это если есть другой вариант предлагайте обосновывайте мы большинством голосов перейдем сюда может быть другую позицию но если обоснование нет второй уровень это сексуальная энергия есть такая точка зрения я ее знаю но скажем гурман гурман это 3 сексуальное ли это удовольствие это не второе имеется ввиду не мозголек а гурман а на санках скатиться с горки это сексуальная а с парашюта прыгает а с парашюта прыгает нет нет а здесь в этой модели место для удовольствия и то есть в этой модели значит все удовольствия здесь этот человек живет в основном для удовольствия то есть он готов даже чтобы тело его там пострадал он идет на риск чтобы получить удовольствие сильные эмоциональные переживания положительное для него отсюда экстремальные виды спорта там всякие особые виды работам киллером поработать и так далее бандюганы какие-то пожалуйста все-таки определить это все для адреналина или для ум эмоций потому что в слове удовольствия извините меня всегда к слову привет а мисс воля то есть это действительно она не отражает суть его чисто второго уровня смотри если опять обращаться для этой модели но где воля все ради эмоций давайте сделаем все ради эмоций но удовольствия но не всех то есть там какой страх говорят в школе что это базовая эмоция стремится ли человек испугаться почему прыгать с парашюта не и не испугаться ради удовольствия он может испугаться но потом приход будет еще круче ради удовольствия и переживать много всего чего еще это все эмоции но он живет ради положительных эмоций которые я назвал удовольствие доставляющим вызывающим выработку эндоморфинов значит ребята это частный случай адреналин частный случай потом частным образом разрешите давайте принципиально если эмоции здесь на этой сухистане обозначены как главное значит все ради них и делает этот человек даже манкирую порой телом там какой-нибудь наркоман ради удовольствия тащится 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 сжигает тело уничтожает потому что снижательные эмоции есть они не являются мотивирующим к действию они человека избегают отрицательные потому что это избегание значит он будет избегать избегать вытеснит эмоции целиком и уйдет сюда в тело сохранение этого тела схлопнется суда страха он может наделать штаны и не получит удовольствие а здесь я говорю о неком доминантном среднем вот человек доминант и находится суд хистане у него есть и страхи есть и отрицательные эмоции но он живет ради того чтобы было больше больше и больше положительных эмоций чтобы амплитуда его переживания усиливалась ну вот знаете там какой он и это испробовал и это испробовал ну все уже испробовал тоска зеленая жить дальше и он находит себе какое-то вот извращение чтобы получать еще удовольствие ради удовольствия он все это делает вся жизнь его обусловлены эти такой чемать и вот мы сейчас говорили то что сказал это что вы говорите вы совершенно вещи почти взаимоисключающие понимали говорит а к базовой сексуальной энергии с которой все странно а вы говорите а удовольствие с отрицательным знаком то есть не как раз на отрицательном положительном но так сказать все равно есть оттенок где сексуальные недовольствие есть частный случай получение положительных эмоций сексоман с вами не согласится а не сексуального меньшинства вот согласен он так говорит он не согласится я вот свою позицию сказывать третий уровень третьими секундочку понятно что это все лишь моя позиция мое мнение это не конечный результат это не истина пока это просто попытка вот сделать то что мы с вами замахивались критерии я понимаю вы упрощаете до примитивизма для того чтобы это было читать да редукционирую причем под эту модель если будет другая модель и будет место для отрицательных эмоций как движущей силы я буду там тоже находить критерий а здесь критерий такой если я вижу человека с доминанты все для удовольствия сделать он готов меня предать обмануть пожертвует своим телом там повредить его вижу получить кайф значит он не у доминанта здесь таков критерий кстати о критериях кстати придать критерий ли это наблюдение наблюдение и накапливание данных если он это сделал ради удовольствия это ради этого что ради удовольствия просил он заявил его друг рассказал его жена рассказала в дневнике прочитал множество способов если не общаешься с человеком то и не узнает вот то есть если наблюдать можно даже не общаться много узнать не критерий это не объективно ты спросил как ты узнал я тебе ответил второй способ рассказывать тестирование я создаю как бы проверочную ситуацию но предположим да даю ему ключ от своей квартиры и бросаю кусок золота и шоколадку прихожу шоколадки нет золота лежит ради чего он тогда у меня спер ничего не говорит молчит значит спер еще видео камеру смотрю запись точный шоколадку прихожу несколько поставить вот и что делать и лежит это обалдеть значит ради удовольствия готов даже на воровство предать другу и так далее ловливаешь и мы эмоции важнее чем обогащение даже вот я выражение лица а если у нас есть другое соплет я нужно строить другой тест попроще вы такой сложен так трудно у меня есть еще инструменты чтобы ответить на вопрос как я это узнаю но я пока поставлю моготочек двух тебе хватит будьте попроще и люди к вам потянутся ну ладно есть альтернативное мнение со второй чакры как она здесь прописывал давайте дальше манипурный человек информация мысль соответственно по аналогии я продолжаю все за знание готов все отдать за знание за информацию чтобы узнать деньги время здоровья отдает здоровье здесь отдает деньги эмоции переживают только как вот это узнает эмоции получает от этого же эмоции максимально то есть это все вторично для него но главное узнать мне кажется информация сама в себе же не является всегда иногда удовольствие приносит сама мыслительная деятельность там же написано мы решили что информации мысли это для него все мысление за знанием он мыслит но что что мысли критерий для него является самого появления никого нового знания новая форма обработанной информации знания в него появляется как продукт это приносит ему удовольствие там мыслители какие-то ученые какие-то такие одержимые там вы помните там эту историю про например менделеева который там не ел не спал эту свою таблицу составлял составлял им во сне приснилось он значит доволен счастлив вот как этот выглядит человек как правило тело в загоне неловкий ботаник давать как там лохматый не ухоженный с эмоциями забиты он хочет но не научился с ними работать поэтому не уверены в себе очень сильно ни разу как правило даже не как правило как бы крайний вариант я привожу за крайность вот но зато умный вот такая голова в очках в шляпе с книжкой чемодан